Ну и снова всех приветствую на своем канале. Я не совсем уверена, актуален для еще этот запрос, но как-то у меня попросили сделать видео о игрушках, которые у меня на фоне, когда я снимаю свои обзоры. И еще у меня тут маленький привет для Кати Хайтиной. Ну и, как обычно, бумажка. Привет! Так, начну, пожалуй, все же, хоть тут не совсем игрушки, вот этот енот, я кажется, его тогда не... Кстати, у меня тут цветок, надо привести в порядок, вот только сейчас заметила, пока лицом не тыркнусь, не замечу. Енот мне его папашка привез, кажется, с севера от своей какой-то дальней родни. Сколько я себя помню, ну, нисколько, конечно, помню, может, лет с трех, он у меня, или с четырех, он висел в разное время на разных стенках. В общем, тут у меня обезьянки, про портрет я уже как-то говорила. В основном обезьянки. И одна розовая собачка, а еще зеленая мышка. Это все в коллекции, в основном, времен моего, так сказать, детства, ну, где-то лет до 15 все эти обезьянки, может, с 16 и 17 были, хотя нет, не все. Ну, в общем, грубо говоря, коррекция обезьянок неполная. В общем, у этой обезьянки никогда не покупайте обезьянок на почте. У этой обезьянки, допустим, отклеиваются глазки. Я, конечно, понимаю, что, может быть, надо купить какой-нибудь клей-момент, но у меня все руки не доходят, и приклеить. Кто-то какие-то обезьянки мне дарили, какие-то обезьянки я сама покупала. Честно сказать, я сейчас вот уже не очень помню, какие конкретно дарили, какие покупали. Вот эту обезьянку я привезла из Калининграда. Мне ее подарила моя подруга Саша Житова. Она, кажется, покупала на какой-то распродаже или, ну, в общем, какой-то там или фестиваль, или еще что-то, в общем, в магазине во время их католического Рождества. И это все было посвящено, кажется, католическому Рождеству. Обезьянка, я так понимаю, была сшита, ну, руками, типа сделана как не на машинке, кто-то там это сшил. И она, кажется, из кожи. Вот такая, в общем, забавная. У меня мелкая племяшка периодически пытается ее раздеть. Я периодически у нее это отбираю. Вообще, мелкая племяшка очень нравится тут, когда она приходит тусить в этой комнате. Эта обезьянка, кажется, говорит. Единственное, не помню. Вот, в общем, вроде здесь. Может, года два назад я ее покупала. Хотя у меня мелочь вечно жмет, и не только мелочи, поэтому, может, она уже не говорит. Хотя нет, это еще разговаривает. Вот эту мне подарила Заремка, может, года два назад. Такая вот обезьянка с лапками. С хвостиком. Вот эти две, они, в принципе, между собой похожи. Похожи на ту Анфису, кажется. Вот мультик такой был, где еще слоник, попугай и вроде как удав. И кто-то из них, возможно, уже не говорит, потому что тоже заюзали. Эй, эй, ты посмотри на меня. Видишь, какая отличная мягкая шерстка. Хочешь погладить? Так и быть, разрешаю. Так, а вот это, может, уже не говорит. Хотя у нее там еще что-то было. Возможно, можно как-то расположить, поменять батарейку, но тоже руки все не доходят. Этот не знаю, говорит ли еще. Всем известно, обезьянки все немного хулиганки. Очень любят баловаться, прыгать с веток, кувыркаться. Если будешь корчить рожи, будем мы с тобой похожи. Вот эту обезьянку мне подарила Маша, подружка. Она мои 30 лет тогда спросила, что я хочу, что-то непонятное или обезьянку. Ну, я решила, что обезьянку. Кажется, на ней написано лайк или что-то такое. Ну, в общем, такая вот обезьянка. Так, тут у меня Мишки и Фрашевские, эту я покупала на почте. Вот эта, кстати, удачная на почте, у нее еще пока ничего не отвалилось. Нигде не порвалась, и там еще продаются такие обезьянки. Это чисто, кто она там, начальница почты, когда однажды узнала, что я их коллекционирую. Она говорит, я специально заказала, говорит, вот у тебя обезьянка. Вообще, это Мишка и Фрашевские, когда у них выпускались Мишки в подарок под Новый год, то я тогда их коллекционировала. У меня 5 Мишек, здесь 3 пока сидят. Ну, и 2, кажется, где-то на полочке есть. Такс, ну, и тут еще 2 Мишки. Вот эта обезьянка. И у меня батарейка разряжается. Обзор у меня, кстати, плед я поменяла, у меня периодически меняется. Это у меня губка Боб, он довольно толстый и теплый, этот плед. Ну, и вот еще раз этот фон мой, который не всегда в фон влезает, но вот эта вот часть очень часто там бывает. Короче, батарейка у меня разряжается. Сегодня у меня, видимо, день, точнее, вечер обзоров, потому что я еще думаю кое-что заснять, когда батарейка зарядится. Ну, и, может быть, просто поставлю на время эти видео, чтобы уж не сильно так засорять ваши подписчиков ленты. Значит, если вы досмотрели до конца, я действительно все-таки угодила человеку, заказавшему этот обзор, и он все еще актуален, то я очень рада. Ну, и до новых встреч, пока!